Пынар Денис и Каан Елверем поженились в Италии, как прошла их элегантная церемония. Звездная пара Бары Шардоч и Гюпс Леазай приобрели особняк в Байкозе. Все детали сделки. Салих Бадымджи в культовой роли. Кого он сыграет в экранизации Мадонны в меховом манто? Сериал «Семья», в котором главные роли исполняют Кванч Татлыту и Серинай Сарыкая, добился большого успеха и был лицензирован в более чем 100 стран мира. Как стало известно, в октябре он начнет трансляцию в США на телеканале Телемунда. Это испаноязычный телеканал, который является одним из двух самых крупнейших телеканалов США. Дело в том, что в отличие от англоязычных телеканалов, которых безумное количество и, кроме того, имеется кабельное телевидение, испаноязычные каналы сосредотачивают своего зрителя на нескольких крупных площадках, таких как Телемунда или Юнивизион, и в результате получается парадокс. Очень часто сериалы, которые выходят на испаноязычных телеканалов, по итогу оказываются самыми популярными сериалами, которые вышли в тот или иной день США. Так что я надеюсь, что сериал «Семья» возьмет эту планку, поднимется на первые позиции, и, кто знает, возможно, действительно в какой-то из дней я вам сообщу о том, что он стал одним из самых просматриваемых сериалов именно в Соединенных Штатах. Меня спрашивают, кстати, часто, почему, если у Кыванча нет хитов на протяжении многих лет, он все равно продолжает оставаться одним из самых ведущих актеров Турции, кроме того, ему платят безумные деньги. Вот именно поэтому мало сделать хороший сериал, нужно его успешно продать за рубеж. Кыванч – это знак качества, который позволяет продать сериал, в котором он снимается, в любом случае, вне зависимости от рейтингов в Турции. В результате, как мы видим, ставка себя оправдывает, и, несмотря на высокие гонорары Кыванча и других суперзвезд в Турдизе, турецкие продюсеры предпочитают работать именно с ними. Берсен Алтунташ сообщает, что Салих Бадымджи исполнит роль Раифа Эфенди в экранизации знаменитого романа «Мадонна Мехамум Манто». Подготовка к фильму, который основан на легендарном произведении Сабахадзина Али, идет полным ходом. Проект, который вызывает большой интерес, будет совместным производством Турции и Германии. Роль Раифа Эфенди предложена Салиху Бадымджи. Сообщается, что он находится на стадии подписания контракта после того, как одобрил сценарий, написанный Мертом Дикменом и снятый режиссером Энессом Атэшем. Я напоминаю, что несколько лет этот сценарий готовила Эджей Юринч, но, похоже, не получилось у нее, поэтому сценарий теперь написал Мерт Дикмен. Именно его и будут экранизировать. Фильм будет сниматься при участии компании «Фикри Харико Продуксион», «Тим Си Фильмс» и немецкой компании «Капфильм». Он выйдет на съемочную площадку в декабре. Главная женская роль пока не утверждена. Напоминаю, что фильм основан на одном из величайших произведений турецкой литературы, которое было впервые опубликовано в 43-м году и расскажет трогательную историю любви. Действие происходит в двух временных периодах в Германии 20-х годов и Турции 40-х. Сцены, связанные с Германией, будут сниматься в студии «Бабельсберг». В центре сюжета меланхоличный и замкнутый Раиф и Финди, который женился на нелюбимой женщине, и его молодость, проведенная в Берлине, где он пережил роковую любовь. История разворачивается глазами его молодого коллеги Расима. Началась подготовка к съемкам нового турецкого сериала «Долг жизни» от продюсерской компании «НТС Медиа», известной по таким проектам, как «Дикий» и «Дурная кровь». Как вы знаете, «Дикий» находится в зоне риска, но есть небольшая вероятность того, что сериал продлят, тогда как «Дурная кровь», очевидно, готовится уже на выход. Поэтому компании нужен новый хит, желательно, который бы задержался в эфире на продолжительное время, и они сделали ставку на старшее поколение. Главные роли в сериале исполнят два известных актера – Эвру Аскан, она уже утверждена на роль Хандан, и Бюлент Инал, который сыграет персонажа по имени Серкан. Сценарий, написанный Ануром Уграшем, обещает интригующую историю, в основе которой лежит некое недоразумение. По-моему, как минимум половина всех сюжетов в Турдизе основана именно на некоем недоразумении, так что здесь нас ничем не удивили. Посмотрим, как получится сериал, сможет ли компания преодолеть свою черную полосу невезения. Последние сериалы у нее оказались не очень удачными, но, конечно, конкуренция очень серьезная, и шансов на выживание любого сериала в эфире, и не только этого достаточно немного. Желаю удачи создателям этого проекта. Вчера в Стамбуле прошла читка сценария нового сезона сериала «Салахадин и Юбей», главную роль в котором исполняет Оур Гюнеш. В этом сезоне к касту присоединились Гюльпер Аздемир и Азан Далунай. Приятная новость для поклонников Азана. Меня часто спрашивали, где он, что с ним, почему не снимается. И вот, наконец-то, у него новый проект. Также сообщается, что к касту присоединился молодой актер Ариф Дерен, знакомый многим по сериалу «Обиженные цветы». Кстати, он, кроме этого, снимался также в сериалах «Возрожденный Иртурол» и «Беззаконные земли». И вот новый проект. Надеюсь, что в конце концов мы увидим его и, собственно, в сольнике. Жаль, конечно, что в этом году не было летних проектов. Возможно, молодые актеры могли бы проявить себя именно там, как обычно и происходит. Но, увы, в этом году не получилось. Надеюсь, что в следующем году мы все-таки увидим его именно в сольном сериале, где он сможет показать свои лучшие качества. Ну, а пока Ариф будет сниматься в сериале «Салахадин Эйюби». Журналист издания «Хьюриет» Мехмед Истюнда сообщает, что барыш-ар-дочь и гипсиазай приобрели дом в Бейкос-Канаклары за 2 миллиона долларов. Ранее они уже жили в этом доме много лет, арендовали его и вот теперь выкупили. Кстати, такое практикуется, когда договор заключается как договор аренды с возможностью последующего выкупа. Собственно, у них так и получилось. Поздравляю с этим приобретением. Дом очень красивый и они вполне заслужили растить свою дочку в таком прекрасном месте. Новый сериал «Черная шелковица» производства компании «Тимзенби» для телеканала АТВ выйдет в эфир с первой серией в понедельник, 23 сентября. Сериал расскажет историю Зухаль и Ремхилю Аджиолу, которая в борьбе с жизненными трудностями находит любовь и преображается. Ее любовь будет играть Щукру Озилдыс. У нее большая семья, но в этой семье Эрдем, которая живет по строгим правилам, Зухаль будет искать собственные истины. Насколько я понимаю, она противостоит отцу, который вовсе не доволен тем, что его дочь слишком самостоятельна и независима. Главной интригой для зрителей остается вопрос, как ее путь к любви повлияет на всю ее семью. Сложный день они выбрали, понедельник. История, может быть, зайдет аудитории, а может быть и нет. Здесь пока не совсем понятно, качество сценария будет решать. Актеры очень хорошие, но, как всегда, все-таки все зависит именно от сценария. Так что пожелаем удачи, она им очень пригодится. Согласно официальной информации цифровой платформы Netflix, второй сезон сериала «Полночь» в отеле «Перапалос» получил 4 400 000 часов просмотра и попал на девятое место среди всех неанглоязычных сериалов на платформе в мире. Количество зрителей – 800 000. Первый сезон сериала попал на десятое место с 4 миллионами часов просмотра и 700 000 зрителей. Сериал был на первом месте в Турции. Результат хороший, не выдающийся, но и не провальный. Бывают очень хорошие сериалы, как клуб, которые вообще не попадают в топ-10 в мире, но они пользуются популярностью в Турции. С другой стороны, есть сериалы, которые взлетают и находятся на первом месте. Например, как сериал «Другой о я» или «Портной». Но в данном случае это не клуб и это не «Портной». Это что-то между ними, то есть результат хороший, но не выдающийся. С другой стороны, хорошо, что сразу два сезона попали в топ-10. То есть зрители, в общем-то, заинтересованы в просмотре, а не просто, знаете, как включил телевизор, посмотрел пару минут и переключился на что-то другое. Я надеюсь, что на следующей неделе этот результат будет улучшен. И я, конечно, вам сообщу о том, попал ли сериал в топ-10 снова и на каком месте. Ну и прекрасное ожидаемое сообщение из Италии, где Пынар Денис и Каан Елдерым связали себя с законными узами брака на скромной церемонии, которая прошла время в турецком консульстве. В этот особый день Пынар была в свадебном платье от Вивьен Вествуд, а Каан выбрал костюм от Тома Форда. После церемонии пара отметила это событие ужином в кругу близких друзей. Опубликовали красивые фото, но я надеюсь, что этой свадьбой дело не ограничится и для близких людей уже в Турции будет проведена другая, более пышная церемония. Конечно, мы поздравляем молодых и желаем, чтобы в ближайшее время у них все было хорошо. Я напоминаю, что они ожидают уже пополнения в их маленьком семействе. Теперь давайте посмотрим на рейтинги за вторник 17 сентября. Вышел только один сериал «Ночная сказка», при этом он потерял немного в тотал и 1% в АБ. В принципе, ничего страшного, небольшое снижение после резкого роста – это вполне нормально. Аудитория присматривается к проекту. Стоит смотреть, не стоит смотреть, откуда такой хайп. Вообще, в течение следующих где-то 2-3 месяцев будет формироваться ядро аудитории, то есть появятся зрители, которые останутся с сериалом на продолжительный срок. Но уже можно сказать, что это первый успешный проект нового телевизионного сезона. Главное, конечно, начнется на следующей неделе, после возвращения в эфир основных конкурентов. Причем вернется Бахар, который все ожидают – это самый большой хит прошлого сезона. Так что «Ночной сказке» придется, конечно, выдержать серьезную схватку за зрителей, но, надеюсь, у них получится. Желаем им успеха! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, наш новостной выпуск подошел к концу. Я встречусь с вами уже завтра с новым выпуском. А пока вы можете посмотреть мое видео с ответами на ваши вопросы о турецких сериалах и актерах по ссылке на видео, которое вы видите прямо перед собой на экране. Приятного вечера и до завтра!